Напоминаю, у нас сейчас еще будет два доклада по React, вариант React на Closure Script, а потом еще про универсальный React. Так что, встречайте. Спасибо. Мне очень приятно. Я впервые приехал в Россию. Никогда раньше здесь не был. Мне очень нравится ваша конференция. Большое спасибо, что меня пригласили. Я сегодня хочу поговорить о том, каким образом по-современному можно строить различные аппликации для веб-страниц. Это, на самом деле, информация, которая накопилась у нас в отношении инжиниринга фронт-энд. Я хотел бы поговорить сейчас о том, каким образом устроить современные веб-страницы. Вы знаете, Google работали немало для того, чтобы сделать систему Google. Несколько слов о себе. Я являюсь, так сказать... Вместе я участвовал в основании компании. Мы работаем в Индии, в Стран-Франциско. И если вы загрузили Пла-Пла-Сап в свой мобильный телефон, то вы фактически можете задавать любые вопросы, которые касаются конференции, которые могут вам помочь. Это всё там вот включено. На самом деле, вы можете эту страницу найти, и вы пойдёте к нам на сайт. Я бы хотел поговорить о функциональных программах. И вы, на самом деле, если какие-то вопросы у вас будут, впоследствии можете их задавать, и я с удовольствием на них отвечу. Итак, в самом начале у нас был JavaScript. Сколько из вас когда-то писали что-то вручную, писали в JavaScript? Вот видите, поднимаете руки, значит, знаете. И вам понравилось это делать? Не особенно, не от кому-то нравилось, оказывается. Интересно. Сам по себе язык, если вы знаете, он был разработан за 10 дней одним человеком, которого никакого опыта никогда не было в отношении программирования, языкового программирования. Но дело в том, что он стал очень популярным, как вы знаете, JavaScript. И даже сегодня, и сегодня единственный способ для того, чтобы строить какие-то приложения, это вот JavaScript. Но не было никакого чёткого представления о том, какие можно сделать высокопроизводительные приложения с помощью только JavaScript. Обычно говорили, что это для игрушек для каких-то, которые вы используете, там, всякие там даты, там, всякие считалки и прочее. Но никто серьёзно не смотрел на него в своё время. Но постепенно началась какая-то гонка, и большое количество браузеров начали её подключать, и они пытались его ограничить до какой-то степени. Но, на самом деле, это была большая головная боль для многих людей, поскольку все приложения отличались друг от друга, так или иначе. И, в конце концов, появился такой jQuery. Он решил довольно много программ для нас. Дело в том, что jQuery, это, на самом деле, он предоставил такую чистую возможность для того, чтобы оформлять браузер с помощью JavaScript. Но потом появились новые проблемы. А как мне сделать так, чтобы получил действительно хорошее приложение с помощью JavaScript для моего заказчика? Не было никакого чёткого представления о том, каким образом сделать эту архитектуру, этого приложения, или каким образом его спроектировать, сконструировать. И происходили самые различные вещи. Это был какой-то тип взрыва какого-то был, на самом деле. То есть, все, как только не называли, называли его, и он, как написано, и Становой Хребет, и Эмбер, и Ю, и Доджо, и Дарт, какие только названия им не давали. Но, во всяком случае, выбор был очень широкий, но это не решило для нас все проблемы. На самом деле, насколько вы представляли себе, каким образом строится Gmail или Google Docs, это действительно достаточно мощная система, и JavaScript здесь был очень полезен. Но не было ясно вот что. Всё это какое-то время продолжалось именно в этом русле. А потом появились CoffeeScript, то есть вы пишете в одном языке, а потом вы переводите это в JavaScript. А потом CoffeeScript, и люди начали говорить о том, что на самом деле это сумасшедшая мысль, какая-то глупая мысль. Зачем вы должны сейчас его адаптировать, свой язык, к JavaScript? Это было неясно, зачем это нужно было делать. Но, тем не менее, всё время выросло какое-то недопонимание того, что и как нужно сделать, и все эти эксперименты происходили дальше и дальше. И люди всё больше запутывались, как бы в этом деле им было неясно. И вот, посмотрите, примерно такую вот систему представлял собой мир JavaScript. Столько много способов можно было одну и ту же вещь сделать колоссальным количеством способов, и не было ясно, как именно я должен сделать эту или иную вещь, выполнить эту вещь. И вот этот вот JavaScript как платформа, как браузер, на самом деле у него очень большие возможности. Но, с другой стороны, всё-таки он был ещё недостаточно совершенным, к нему было много претензий самых раздачных. Поэтому люди пытались находить собственные решения, они пытались какие-то проблемы решать по-своему, но не всегда им это удавалось. И они часто возвращались, так сказать, на первое, в начало. Поэтому давайте сейчас сделаем какой-то, отклонимся от нашего маршрута, если так можно выразиться, и вернемся к таким вот данным. Возьмём такой вот HEM3. Это действительно достаточно эффективная структура, HEM3, и она очень быстро и быстродействующая. И что я имею в виду, когда я говорю о быстродействующей и всё прочее? Когда мы говорим о структуре, и когда я пытаюсь вам сказать, что я буду использовать immutable, это значит та, которая не подвержена никаким, но значит она будет достаточно медленная. Но это не совсем так, поскольку на самом деле имеется очень много преимуществ, которые она предоставляет в области. Особенно та работа, которую проделала Фил Багуалом и Ричем Хики. Они доказали всему миру, что мы можем построить устойчивую, надежную систему. И она будет чрезвычайно быстрая. Она будет настолько быстрая, что иногда она будет, она, так сказать, полностью произойдёт, эту структуру, которую сегодня мы используем. И потому что действительно там очень мало памяти задействует для того, чтобы она функционировала. И вот пример, каким образом вот это вот дерево фактически функционирует. слева вы видите здесь вот эти вот узлы, зелёные-зелёненькие узлы, потом как они, так сказать, одни расходятся, как детишки, так сказать. И вот эта моя структура была организована таким образом, она была в памяти отложена в том числе. Но каким образом можно её обновить, усовершенствовать? И что я должен делать? Копировать всё? Или какие-то другие изменения? Я не знаю, как вообще вот это всё можно было сделать. Я не знал точно, как это сделать. И поэтому я пытался это всё проиллюстрировать, что каким образом можно было обновить эту структуру. И мы пытались придумать какие-то новые узелки сюда и создавать новые маршруты сверх вот этих зелёных маршрутов. И в конце концов они копируются, эти маршруты копируются. И появляются новые узелки, которые тоже копируются. И в конце концов это прочие всякие стрелочки-указатели, которые ведут вас к старой структуре, которая была. А если вы пойдёте по новому пути, то вы увидите полностью новую картину, которая... Здесь просто добавляете ещё один какой-то узелок. Такого рода алгоритм даёт вам возможность огромное, так сказать, достоинство. Имеет огромное достоинство и представляет вам огромные возможности. И в то же время вы начинаете думать, насколько... Как я могу в браузере использовать все вот эти вот идеи, потому что они достаточно медленные, они должны быть медленные. Это правда или нет? Абсолютно не так. Совершенно не так. Давайте посмотрим на... В8 появилась, она изменила все вот эти скрипты для нас, фронтайм, и они... Это вот восьмая версия, это была компиляция какой-то скриптов, и мы пытались... У нас началась как будто год к вооружения каких-то, не знаю, с Java. И все вот эти движки, которые используются, Firefox в том числе и Safari, они очень быстрые на самом деле, потому что они используют очень продвинутые такие вот методики или какие-то, значит, технические возможности, DBM, например, или что-то ещё. На самом деле для нас это очень полезно, это даёт нам большие преимущества. Для того, чтобы на её основе что-то построить, нужно уметь реагировать. И реактор GS, что это такое реактор, это он используется в Facebook, например. Это такая библиотека, которая использует интерфейсы пользователей, и она использует, так называемый, виртуальный дом. Большие вызовы здесь попадают, когда вы создаете какие-то комплексы по применению JavaScript. И вот эти манипуляции с домом, они позволяют вам делать всякие апдейты. И мы уже могли наблюдать то, что наиболее сложные приложения, которые были написаны по-наивному, писали с JavaScript, очень, то есть, довольно много раз использовались. И вы не представляете себе, что нужно было сделать для того, чтобы узнать, а сколько раз на самом деле происходит обновление или там в рамках, или в чём-то ещё, в каких-то иных компонентах. Давайте представим себе, что у вас имеется какой-то дашборд, и там имеется много всяких характеристик, и метрик, и всё. Но как только вы поменяете хотя бы одну характеристику в уголку где-нибудь, вам приходится в таком случае обновлять всю страницу. А вот здесь можно действовать по-другому. Если вы будете использовать что-то типа Аякс или какую-то другую систему, то вам не нужно всю страницу обновлять. Вы, на самом деле, поменяете только один единственный какой-то UI, который нужно перекрасить, скажем таким словом, потому что этот компонент, на самом деле, должен быть изменен, но не всё остальное. И то есть, если вы вручную будете писать что-то в JavaScript, то это не только возможно, но это единственный способ, каким образом можно было бы выполнить какое-то создание. Вы пользуетесь таким образом, такой виртуальный дом. Это не настоящий дом, то есть вы фактически не оперируете, вы не пользуетесь этим домом. В данном случае вы пользуетесь абстрактным интерфейсом через программу, через дом. И фактически вы как бы манипулируете вот этим вот виртуальным домом. Вы реагируете на все изменения, которые происходят в виртуальном доме. И получается, таким образом вы воздействуете на обмен. И это приводит к тому, что вам требуются новые обновления постоянно. И фактически, если вы разрабатываете какую-то игру типа Думы или чего-то ещё, то вам нужно постоянно обновлять экран постоянно. И, конечно, он сделан из рамок, из каких-то эти фрамки или как ещё другого называют. Их нужно постоянно обновлять. И всё, что вы делаете в данном случае, это у вас имеется этот самый игровой движок, и он постоянно вводит вот эти вот изменения. Скажем, 60 кадров в секунду. И тем вы смотрите, что там поменялось. И это частично что-то переводит. На самом деле он меняет только одну какую-то частичку одного всего этого изображения. То есть мы говорим сейчас, обнаруживаем какой-то новый способ решения этих сложных проблем. И имеется только, и, конечно, имеется тысяча всяких способов для того, чтобы делать что-то на экране, произвести на экране. Но имеется только один, единственный конкретный процесс, который происходит на экране, а все остальные, это просто манипуляции положением или состоянием приложения. Фактически вы меняете ту составную часть, которая вас беспокоит. Я, значит, всё остальное сделаю это ваша программа. И, конечно, это достаточно быстрое. Действие достаточно быстрое. Каким образом ReactJS работает по-настоящему? На самом деле это имеется концепция реактивных компонентов. Фактически реактивные компоненты — это абстрактное отражение реактивных элементов. Что это значит? Что такое реактивные элементы? На самом деле в нём содержатся ваши марки, ваше состояние, в котором находится приложение, и то, что у вас имеется на дашборде. То есть всё, что у вас имеется на вашей дашборде, это фактически является компонентами реакта. И эти компоненты, они включают в себя вот эти все показатели ваши, и то состояние, от которого оно зависит. И все они вместе сложены в одно единое. И у вас имеется только одно такое глобальное приложение, которое вы удерживаете, и оно содержит в себе все данные, которые необходимы вам на всём протяжении. Представьте себе, что у вас имеется какой-то веб-сокет, вы с ним имеете дело, вы туда поставляете новые данные, и только небольшая часть вот этого глобального всего изменения будет подвергнута изменения, и автоматически будет какой-то компонент, который составляет небольшую часть всех данных, только его нужно обновить, и он будет обновлён, а всё остальное автоматически, а всё остальное нет. Как это достигается? Это достигается тем, что над этой факцией имеются компоненты, такие апдейты, и вы можете сами самостоятельно их реализовывать, но на самом деле вы сами их придумаете, сами их разрабатываете, это ваши собственные разработки. И потом, если какой-то компонент требуется, вы можете сбрать какие-то данные, если они вам не нужны, вы можете обновить, и другие компоненты с ними можете делать работаем, потому что у них есть свои собственные подкомпоненты, скажем так, которые от них зависят, и автоматически все эти изменения реализуются. Давайте я вам пример покажу. Это виртуальный дом, ДОМ. Здесь имеется пример такого вот жизненного цикла реагирующих компонентов. Сверху имеется какой-то компонент, какое-то представление, репрезентация какого-то виджета, например. И когда вы, так сказать, передаете информацию, то есть вы осуществляете этот рендеринг, то вы не передаете это на браузер, вы передаете его на виртуальный дом. И затем он реагирует, каким образом, и разница между виртуальным домом и фактическим домом происходит, и только небольшая часть потом и туда передается. А вот дальше события какие-то, ивенты, и все истинные конкретные дома, которые возвращаются в компонент. И этот цикл продолжается таким образом. Сейчас подходим к Clojure и Clojure Script. Кто из вас знает, как Clojure и Clojure Script? Немного людей. Но Clojure Script, я думаю, это то же самое. Даже спрашивать не буду. Если говорить о Clojure, Clojure – это функциональный язык, который построен на том, что Махеша, о котором я говорил выше, и все данные, структурные данные, которые имеются, они тоже неизменные. И он имеет очень большие возможности, очень выразительные. Очень выразительные. И у нас имеется скрипт Clojure, который является исполнительным, как бы скриптом для Clojure и для браузера. Вы пишете свой код на том же самом языке, но затем он вступает в сочетание, то есть сочетается с JavaScript. И какие преимущества вы получаете в результате? Дело в том, что JavaScript – это интересный язык. Если честно говорить, это даже вообще не язык, на котором я хотел бы программировать. Но в этом языке много проблем в JavaScript. И на самом деле он не решает все проблемы, которые у вас имеются, которые требуются решить в современном языке программирования. То есть очень многие вопросы не решаются посредством JavaScript. Поэтому внутри какой-то функции, он весь инкапсулированный, вы, так сказать, ничего не можете сделать. И вы не можете выйти за рамки тех возможностей, которые у него имеются, и ограничений, которые у него имеются. Но вы хотите иметь какие-то дополнительные фичи и, скажем, классы запады, какие-то опциональные… Не знаю, во всяком случае, это возникает новый язык. Это какой-то dark, который пытается решить все эти проблемы с программированием. Но не пытайтесь делать это чисто холистически, потому что, когда вы используете кложи, кложи-скрипт, это тот же самый язык фактически, который используется как на браузере, так и на сервере. CIG один и тот же. Но вот еще один пример, если взять, который имеется одновременно на браузере и на вебе странице. Вопрос очень заключается, что он не настолько уже железобетонный, скажем так, что его нельзя сдвинуть, и он пользуется в том числе и Google Clojure. Google Clojure, например, это комбинация различных движков и прочих механизмов, которые были построены на основе JavaScript. И фактически это продвинутая такая оптимизация JavaScript для того, чтобы создать специальный код JavaScript. Вы можете удалить этот код, тот код, который не используется. Он может, конечно, какие-то там прорехи закрывать или какие-то вещи делать, и, скажем, GM Hot Spot, там где-то он может использоваться, который использует все-таки его, как известно. Но ClojureScript, он использует действительно Google Clojure, и Clojure, он на самом деле используется довольно эффективно, использует JavaScript. Но при этом, еще раз повторяю, вот эти данные, неизменные данные там тоже имеются, они примешиваются к тем данным, которые являются переменными, изменяемыми данными. И поэтому, в конце концов, становится возможным браузеру их использовать. И в любой библиотеке, и в любой библиотеке, которую вы составляете, и которая будет потом использоваться на браузере, есть передовые такие библиотеки, как Cordac Logic, которые фактически это программа логического программирования, и вы можете все это делать на браузере. сегодня имеются такие вещи, как Clojure, и вы можете использовать эту библиотеку, с тем, чтобы чудеса творить с JavaScript. но имеется еще и Sling, который представляет, которые, это такие каналы к языку, можно и такую технологию также использовать, не только со стороны сервера, но также и в браузере. Типичный пример этому был бы, мы все имели дело с всякими вопросами, позвоним мне, то есть ответный звонок, и, так сказать, нарушается логика приложения, хотя это очень небольшая часть, но если посмотреть, заглянуть ему глубже, то вы видите, что вы пытаетесь, там, сказать, посмотреть, какие у вас были в базе данных, и сколько было того и другого, передайте мне, там, сказать, позвоните мне сами, и вот эта функция «перезвони мне», «перезвони мне», она должна получить валидацию какую-то, если эта валидация не сработает, если что-то не так получится, в таком случае. К этому времени вы чувствуете, что у вас какая-то ошибка, имеется, но сама по себе, самодостаг настолько большой, что вы даже не знаете, как можно решить эту проблему, но, используя эти каналы, можно, в конце концов, эту проблему достаточно эффективно решить, поскольку вам не приходится передавать вот этот вот «перезвони мне» по каким-то каналам и потом ко всем потребителям, которые слушают, которые находятся или пользуются этим каналом. фактически это «клоу-жи» и «клоу-жи-скрипт», но с другой стороны, когда чудеса творят, это происходит тогда, когда вы реагируете на, с помощью «клоу-жи-скрипта», вот этот реагент, реагент, что он фактически делает? он обеспечивает такую же самую возможность или, так сказать, возможности для реагирования, но при этом он в пользу «дафа-скрипта», неизменные структуры данных, они становятся неизменными, но, в том числе, вот эти вот устойчивые «клоу-жи-скрипты», неизменные базы данных. Я говорил «дом-дифинг», «дом-дифинг», что мы делаем, как мы решаем эту проблему? Дело в том, что структура данных в «е-в-жи-скрипте», она неизменная, мы об этом уже говорили, поэтому для того, чтобы фактически проверить, какое отличие имеется в отличных, различных элементах этого дерева, нужно рассмотреть все дерево, но, с другой стороны, они неизменные, и вам нужно проводить на качестве достаточно должно быть достаточно дешево, и в «клоу-жи-скрипте» структура данных она неизменная, это означает, что на самом верху имеется одинаковое, что все ниже спускается туда, это все должно быть одинаковое, то есть все должно повторяться. Я не знаю, каким образом еще можно определить наличие, отличие какого-то там. Фактически, дом, мы создаем подобные, там имеются внизу подобные аналогичные структуры, ничего иного. Поэтому в качестве языка имеется большое количество функциональных программ в браузере, и огромное количество библиотек и инструментов, которыми можно пользоваться. давайте рассмотрим пример. Пример берем какой-то компонент и запишем его в JavaScript. Вот посмотрите сюда, что я сейчас делаю. Я не знаю, насколько вы это можете разглядеть, но все-таки я попробую это написать. вот здесь пишу код и в скобках его поставил. Но вот не теряйте меня, так сказать, я вам объясню, что я пишу здесь сейчас. Что я пишу? сейчас пытаюсь дать определение функции, определить функцию. Эта функция фактически это реагирующий компонент, это виджет, и этот виджет не понимает никаких аргументов, ничего не зависит. На самом деле это чистый маркап, и там больше ничего не показывает. И здесь вот у вас имеется, я сейчас покажу вам сейчас в качестве векторов каких-то и ключевые слова напишу, в том числе. Я вот HTML писать никакое не с фресом записывать, потому что JSX, для того, чтобы получить такого рода, я уверен, что это даже более удобно, если поэтому я вот пишу сейчас здесь название. что я сделал. Я создал сейчас вот этот самый div tag, который имеет конкретное название, имеет определенную, скажем, величину, которая отражает, я больше ничего, я сейчас здесь вот закрою таким способом, то есть функция здесь уже имеется, если называют это функцией, то в таком случае это все, что вы получаете в результате здесь вот имеются ключевые слова и вся эта цепочка и вот эта функция, она переходит или превращается в реагирующий компонент, реактивный, и достаточно простой компонент, он не зависит ни от каких данных, и фактически ничего особенного здесь не происходит, но давайте получше пример проведу. Предположим, у меня имеется, я хотел бы, скажем, написать перечень, что нужно сделать, если я хочу сделать перечень мероприятий, которые нужно провести, прежде всего я должен вот этот вот перечень или этот реестр будет выглядеть таким, это вот хэш-мапы такие делать для того, чтобы все это дело как-то началось без хэшов, вы их не сделаете просто-напросто. И здесь имеются два ключа, название и B1. имя пожалуйста, два ключа здесь имеются, это фамилия, имя и имейл, имеются такие вот множество названия, такой-то, такой-то вот, пожалуйста, электронный адрес. фактически мы эти данные могли получить от сервера и допустим, я хочу использовать какой-то компонент, который передает эти данные, передать эти данные каким-то способом, вот там имеется фамилия, имя, потом электронная почта и так далее. Обычно вы пишете что-то такого типа, здесь вот имеется какой-то вот LA и потом промежуток, здесь ставите потом имя, промежуток, опять электронный адрес. Потом я закрываю здесь и как я могу это теперь превратить в такой вот реактивный компонент. Я показал здесь пример. Здесь мы написали что-то типа и этот старый компонент не зависит ни от каких данных, а вот последний зависит от данных, переменных данных. Я покажу, что я дальше здесь пишу. Я называл этот компост Лисплеерс и он зависит от этих данных, которые у нас будет PS Плеерс. И в результате сверху имеется у нас UL. Я здесь начинаю UL, и у нас нет никаких атрибутов только дети какие-то у него получаются. И в результате имеются дополнительные какие-то пометки мы делаем и помечаем их как от них производные. Поэтому в результате все, что мне нужно сделать, это закольцевать. Но я не знаю, я хочу использовать клоузер для того, чтобы сделать из этого какой-то типа контура или петли. И получается, я пишу BPS. Я P здесь уже получил, а здесь я должен сказать LINE. Дальше. Промежуток. У нас появилась P. Здесь я теперь уже получил доступ к имени, имя или фамилию какого-то P и потом дальше опять я делаю какой-то пробел. Я закрываю этот пробел и закрываю ULG и закрываю весь компонент. Пожалуйста, я все закрыл. И представьте себе, что вот это мое глобальное приложение, оно содержит какое-то количество карт, и оно не должно быть целым приложением, это может быть какой-то пакет приложений, это просто их составная часть, и это небольшая часть всего приложения. И когда я получаю данные от сервера, они приходят ко мне, то меняется только вот эта часть, что я показываю, а все остальное вам не нужно беспокоиться о том, что вы должны менять вручную дом или что-то еще и пользоваться вот этим вот интерфейсом в JavaScript. Конечно, какие-то технические проблемы возникают, но вместе с тем мне хотелось бы сказать, что я вот это себе зафиксировал и очень рекомендовал, чтобы вы действительно загрузили вот оттуда, где я показал, это я написал, это моя программа, это в React Inclusion Script. Загрузите, пожалуйста, вот это, и вам очень понравится, поиграйте с этим. И на самом деле это очень хороший пример того, каким образом написать такое приложение, комплексное приложение со всей навигацией, со всем необходимым. На одной единой странице вы пишете это приложение, который поможет вам реагировать. Если вы бы посмотрели туда, мне было бы очень приятно, что, так сказать, непонапрасно я с вами провел время, и можете ко мне потом подойти завтра или послезавтра, я на самом деле более подробно вам расскажу, как все работает, как вы посмотрите на эту штуку. Теперь все, что я хотел вам представить, у вас вопросы, если есть какие-то, я на них с удовольствием отвечу. поднимайте руку, чтобы мы заранее понимали, кто и как, и к вам будут подходить с микрофонами. Если вам сложно сформулировать вопрос по-английски, говорите по-русски, я постараюсь перевести. Большое спасибо за ваше выступление. Действительно, один вопрос, который у меня имеется, он заключается в том, что, простой вопрос, достаточно. Вот это хамтри. На самом деле, там есть проблемы с том, что убрать весь мусор там, потому что всегда имеются такие вот утечки там, как мы раньше говорили, и там какие-то остатки, они уже никому не нужны. Имеются ли какие-то проблемы или это я думаю, что это великолепный вопрос, практический вопрос. Мне он очень нравится. Он касается того, если мы пользуемся вот этим вот хамшем, имеются ли там какие-то проблемы с такими вот структурными данными. Действительно, большое количество мусора всякого появляется, вырабатывается, если вы половину нужно, вы выбрасываете, отделываете это мусором, особо даст его. Но действительно, я вот скажу, разработаны, мы действительно создаем огромное количество мусора всякого, и от него никуда не денешься. И мой ответ заключается в том, что да, действительно, имеется какой-то мусор, который создается в зависимости того, как пользуется структурой базы данных. Но, как мне представляется, на самом деле, полностью, с ним полностью можно, современная структура может обращаться с этим мусором, так называемым, и решать подобные проблемы, как я сказал. Теперь я хотел бы добавить, что Кложа Скрипт имеется что-то как транзиент, то есть переходные какие-то, транзиентные вещи. То есть они могут обеспечивать такое изменяемое, изменяемое, то есть позволяет иметь такой изменяемый подход к структуре данных, и поэтому лучше имел такие вот транзиентные вещи в отношении таких вот устойчивых структур данных, и получаете потом. И фактически, когда вы создаете вот такую вот копию данных, это я не думаю, что нет никаких дополнительных проблем с тем, чтобы этим пользоваться, но тогда вы не создадите никакого лишнего мусора, и вот такого рода оптимизацию вы можете производить что-то типа JVM. Большое количество мусора, с ним можно справляться без всяких проблем в современных системах. Да, EvoScript действительно не самый красивый язык во всем мире, но у нас имеется значительное количество готовых библиотек всяких там прочих готовых вещей, поэтому что он предлагает это хороший вопрос. кожи скрип что он может предложить действительный он может пользоваться библиотекой который использован пользу библиотекой он пользуется полностью библиотекой как Кложа пользуется любой библиотекой которая сделана Поэтому вам не нужно ничего выбрасывать. Вы можете писать новые коды свои, и они по-прежнему будут достаточно успешно работать, без никаких дополнительных проблем возникать не будет. Вы можете начать таким образом. И... У меня еще вопрос. Действительно, современные разработчики, они делят HTML на модели... Но в вашем примере имеется смесь моделей данных, HTML. То есть, какую поддержку это все имеет? Мне кажется, что действительно это что-то типа такое философского отличия. То есть, каким образом можно писать современное веб-приложение? Такая концепция у нас имеется, имеется какие-то пометки, меты, JavaScript. Это хорошая мысль. Но на практике мы еще ни разу не видели, что это недостаточно хорошая мысль. Вы можете, скажем так, делиться информацией. Давайте пример приведу. Скажем, я какие-то изменения сделал в моем HTML, но я не поменял JavaScript. И тогда получается, у меня полностью сломано получается приложение, оно больше не будет работать. А если у вас... Ну, особенно, когда... Если вы работаете в большом коллективе, такие компании, как Facebook, там миллионы линий JavaScript у них используются. И если с одним из них проблем возникает, то будет серьезный сбой. В моей компании у нас имеется порядка 300 тысяч строк JavaScript. И когда вы пишете это в такой манере, как я показал сейчас, это уменьшает возможность того, что у вас будут какие-то баги возникать, потому что все независимые части сосредоточены в одном единственном месте. Одна вещь, которая отдельно от этого обстоит, это... На данной презентации вы бы не должны об этом были вообще беспокоиться, потому что JavaScript и HTML, они сегодня действительно вместе, как бы, так сказать, работа какие-то цены, они очень тесно взаимодействуют. То есть мы уже об этом договорились. И мы договорились, что лучше пускай они будут вместе, не нужно их разделять, потому что без дома, с другой стороны, получается абсолютно бессмысленными или никому не нужными. И что-то меняется, меняется HTML, но здесь вы увидите, что ничего не ломается, потому что все находится в одном месте сосредоточено. Продолжение следует... Да, 계속 следует... Картрисм郎 . veity два перейдай. С问 PHP.